Добрый день всем, с вами Станислав Орехов и сегодня мы с вами начинаем такой мини-курс по моделированию. Причем не моделированию, а какому-то сложному или высокополигональному. Существует очень много разных способов моделировать RedMax. Мы будем говорить о способе, который называется архитектурное моделирование. Соответственно, это такой маленький дисклеймер, то есть то, о чем мы будем разговаривать в рамках нашего обучения. Мы будем говорить о том, как импортировать объекты, как их видоизменять, как работать с геометрией, если вы дизайнер, если вы визуализатор и работаете только с архитектурными и дизайнерскими объектами и сценами. Дело в том, что вам, скорее всего, не понадобится очень много инструментов, но вам придется знать базовые вещи. Мы изучим их сейчас более подробно, чем в базовом курсе. Если вы смотрите это видео, если вы переходите уже на это обучение, то подразумевается, что базовый курс вы прошли. И работать мы будем вот над этой комнатой, которую мы создали тоже в базовом курсе. В эту комнату мы импортируем мебель и посмотрим, как можно ее видоизменить, если у нас будет такая стоять задача. Итак, чтобы еще раз подытожить то, что я сейчас сказал, мы будем работать над архитектурой, над дизайном. Мы будем изучать не все модификаторы, но только самые важные. Мы будем изучать их гораздо глубже, чем в базовом курсе. И по окончанию вот этого мини-курса, мини-тренинга, вы сможете самостоятельно работать практически со всеми объектами, без потребности изучать более углубленно полимоделинг или что-то другое. Сразу же возникают, наверное, у вас вопросы, а что мне делать, если мне нужно смоделировать диван, либо сложную полигональную какую-то поверхность, либо складки, либо подушки помять, либо сделать, например, скатерть, каким-то причудливым образом положить на поверхность стола, чтобы это смотрелось очень красиво, очень интересно и естественно. В рамках этого курса мы рассматривать эти вещи не будем. В этом нет абсолютно ничего сложного, вам просто нужен другой курс, который называется «Моделинг» и который направлен на развитие скульптурного моделинга в программе 3D Max. Еще раз говорю, то, что мы будем изучать, оно нужно только для прикладных задач, для того, чтобы быстро создавать концепции, менять виды, изменять элементы и делать так, чтобы ваши 3D проекты выглядели похожими на то, что хочет увидеть заказчик, если ваш заказчик дизайнер, а вы, соответственно, визуализатор, либо также создавать концепции, если ваш заказчик частный клиент, а вы дизайнер, для того, чтобы согласовать стиль. Это очень и очень важно. В нашем курсе мы рассмотрим, давайте, базовые вещи, я сейчас вам покажу. Все началось с запроса Кати Дятловой, которая предложила создать мини-обучение, которое будет переходной частью между базовым курсом и нашим продвинутым курсом по визуализации. Действительно, не хватает некоторых основ, некоторого моделинга, существует небольшая пропасть, которую мы этим курсом тоже, я надеюсь, уберем. Итак, какие были вопросы? Вопросы были, как моделировать пол, стены, потолок, плинтус, карниз, балки, ниши, как работать с ними, как делать круглые перегородки, лестницы, как вырезать сложные элементы по кругу, по потолку, по стенам, по полу, где бы то ни было, как работать со сложной геометрией. Изменение объектов, как работает FDD, особенности, что такое Edit Mesh и как приоттачить или детачить объекты, что это дает, как двигать заточки правильно, как правильно масштабировать, как правильно менять масштаб двери, картин и так далее. Что такое сетка, какая сетка считается правильной, чем грозит неправильная сетка, откуда возникают дырки в поверхностях, как загнуть элементы, как сделать радиусные элементы, как сделать так, чтобы сегментов у нас не было, как удалить некоторые части из модели, либо заменить эти части из модели. Соответственно, вопрос про диван. Как сделать трехместный диван из двухместного, как сделать из дивана кресло, как сделать из кресла диван. То есть, как уменьшить, либо увеличить количество посадочных мест на объекте. Как сделать окно с новой раскладкой, как можно подвигать габариты корпусной мебели. Шкаф со стеклом, то есть изменить материал полки, например, если весь шкаф сделан единым объектом Как сделать детач, как работать с материалами на этом объекте Как заделывать дырки, если вдруг они появляются Как работать с тканями, пледами и подушками Сразу же отвечу, их надо импортировать и дальше с ними работать уже за счет сетки Как работать за счет сетки, мы будем с вами тоже разбирать Общие данные инструменты, которые нам понадобятся Мы разберем функциональные особенности этих инструментов Я имею ввиду модификаторы и другие инструменты Edit Mesh Возможно, что-то Edit Poly коснется Как это делалось, как применять голову в этом всем процессе Так, чтобы у вас автоматически в мозгу решались решения Как только у вас возникает задача, у вас сразу же в голове появляется ее реализация, ее решение Вот этого мы будем с вами добиваться Ну и также дополнительные функции, фишечки для дизайнеров Которые тоже могут быть полезны Это как сделать развертки Как сделать, может быть, даже чертеж Как посчитать в белом материале Все это мы рассмотрим в рамках данного курса Еще раз напоминаю, что цель и задача данного курса Стать переходной между базовым обучением, базовым 3D Max И продвинутым курсом визуализации, который длится целый месяц И это обучение не заточено под вообще весь моделинг Если вы хотите профессионально заниматься моделингом, вам стоит пройти специализированные курсы Это я сразу говорю для того, чтобы меня не обвиняли в какой-то поверхности Я буду давать только те данные, которые нужны и которые быстры в освоении Как вы, наверное, видели, вот те материалы, которые я сейчас показал и зачитал То, чем мы будем заниматься Они основаны на реальных потребностях Я собрал эти материалы с помощью наших студентов, выпускников И также я вспомню всю свою работу и вспомню все инструменты Которые я использую самостоятельно при работе Когда мне нужно сделать, выполнить визуализацию Все их я разберу По аналогии с базовым курсом я постараюсь давать не просто Вот кнопочку, вот ее нажимаете, вот делайте, вот именно так Мы будем идти немножко иначе Мы будем идти от задачи То есть будет перед каждым инструментом Даваться сначала, где его можно использовать А потом, как его использовать И как его использовать лучше Какие, возможно, подводные камни здесь И как их избежать Какие есть альтернативы То есть будем разбирать умно, с головой и последовательно Соответственно, вопрос к вам Для тех, кто слушает сейчас данный тренинг в записи У вас будет обязательно возможность оставлять комментарии Оставляйте заявки Этот тренинг будет состоять из нескольких видео И эти видео будут не закончены Они будут с продолжением Продолжение будет зависеть от вас, от вашей активности То, с чего у вас не хватает Мы будем разбирать все нужные, необходимые для вас инструменты Задавайте вопросы Какие инструменты вам еще разобрать И если я посчитаю, нужно включить эти вопросы в данный тренинг А не использовать как частную ситуацию То, соответственно, я запишу здесь дополнительное видео На этом первая вводная часть закончена Переходите к следующей части Первой уже рабочей И мы будем с вами разбирать базовые инструменты Если вам понравится это обучение Поделитесь, пожалуйста, ссылкой на него с вашими друзьями Я думаю, им оно будет тоже полезно И они скажут вам спасибо